МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях пятница вам расскажу я, Юлия Важенина, и корреспонденты национального телевидения Чувашей. Смотрите сегодня. Ограничения сохраняются. В Доме правительства обсудили эпидемиологическую обстановку в республике. Подвиг в тылу. Рабочая группа проекта «Героические страницы сурского рубежа» побывала в Алатарском районе. Войти в профессию волонтеры-медики выиграли грант Федерального агентства по делам молодежи. Прошло три месяца с тех пор, как в Чувашии зарегистрировали первый случай коронавируса. Сегодня уже более шести тысяч заболевших. 55 из них выявлено за последние сутки. Режим повышенной готовности в республике сохраняется. В данный момент среди субъектов Приволжского федерального округа по заболеваемости Чуваша занимает пятое место. После перехода на первый этап снятия ограничительных мероприятий, с первого июля мы заметили некоторый рост числа вновь выявленных заболевших. С 3 июля коэффициент распространения у нас даже превышал единицу. Но в настоящее время, как уже было сказано Владимиром Геннадьевичем, ситуация стабилизировалась. Но еще ежедневно регистрируются новые случаи. Около 60 и менее. Это нам не позволяет пока переходить к дополнительным снятиям ограничений. В муниципалитетах продолжают контролировать ситуацию мобильные группы. 19 бригад работают в Чебоксарах и 35 в Новочебоксарске. Главные объекты их внимания – предприятие торговли, общественного питания, транспорт. Группы следят за тем, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Муниципалитеты обязаны минимизировать возможности массового скопления людей. Одно из самых популярных мест летом – это пляжи, которые, кстати, официально закрыты в Чувашии. И получается, купаться запрещено. Но у водоемов собираются десятки, а по выходным и сотни человек. Между тем, заключение от ведомства для открытия пляжей не получил еще в этом году ни один город и ни один район. На 17 июля проведена санэпидэкспертиза четырех пляжей города Чебоксары с проведением лабораторных инструментальных исследований, в том числе качества воды из реки Волга, питьевых фонтанчиков песка с пляжей. Но пляжи не получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Это просто не пришли к нам заявления, и эти заявления не были рассмотрены. Только на 17 июля сегодня три заявления получили. На пляжах городов Марпасад, Ядрин, Козловка, Новочебоксарск осуществляется купание. При этом санэпидэкспертиза пляжей с проведением лабораторных исследований качества воды песка не проводилась. Возобновление деятельности мест отдыха, в том числе пляжей, допускается лишь на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Но для этого в любом случае нужно получить санитарно-эпидемиологическое заключение и дойти до благополучного санитарно-эпидемиологического состояния по заболеваемости. Помимо пляжей, муниципальные власти недостаточно строго контролируют соблюдение других ограничительных мер. И в первую очередь в Чебоксарах. Заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с этим категорически не согласился. Нужно признавать о том, что Роспотребнадзор никакие мероприятия не проявляет. Мы всегда говорили о том, что мы их ждем. Мы с ними вместе работаем. У нас с 13 часов каждый день мобильные группы работают над тем, чтобы выезжать на торговые точки. Нет никого. И сегодня одна бутафория о том, что сегодня не работает муниципалитет, я сегодня с этим не согласен. Я прошу каждый день направлять людей, которые сегодня могут над этим вопросом работать, для того, чтобы проверять все наши торговые точки будут. Будут люди, будут. Сейчас коэффициент распространения COVID-19 в регионе 0,98. Если индекс меньше единицы продержится две недели, то можно будет говорить о переходе на второй этап снятия ограничений. Но никакие усилия властей и контролирующих органов не заменят личной ответственности жителей республики за свое здоровье. А мы в последнее время непозволительно расслабились. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Вице-премьер и министр экономического развития Чувашии Иван Моторин освобожден от должности. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра Инна Антонова. Иван Моторин занимал пост вице-премьера республиканского правительства с февраля этого года. Тогда же его назначили главой ведомства. 47-летний Иван Моторин находился на госслужбе 18 лет. Начинал с простого специалиста в Министерстве внешних связей Чувашии. Занимал пост министра экономического развития при трех руководителях республики. Был председателем правительства. Долгостроя и нарушение прав дольщиков, высокая плата за аренду помещения. Проблем в строительной сфере столицы немало. На некоторых объектах побывали представители администрации и депутаты городского собрания. Частный детский сад «Океан детства» находится в муниципальной собственности. В связи с ограничительными мерами учреждение временно закрыто. В конце июня детсад включили в реестр социально ориентированных организаций, чтобы получить единовременную государственную поддержку. Выпоты еще не поступили, а арендную плату в размере более трех миллионов рублей надо платить городскому комитету по управлению имуществом. Работники детского сада обратились за помощью в администрацию города. Депутаты еще раз вернутся к этому вопросу, чтобы найти решение в юридической плоскости. Будем поддерживать, пусть работают. У жилого комплекса «Алу и Паруса» другая проблема. Дом считается долгостроем, но степень готовности оценивается все же на 90%. Есть шанс, что жители смогут справить новоселье в конце этого или в начале следующего года. Тема обманутых дольщиков обсуждалась на недавнем совещании в Рио-Клаве Чувашии с руководителями профильных организаций. Возник вопрос и по работе Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Слишком вжидательная позиция у него. По каждому проблемному объекту, считает Олег Николаев, должен быть план конкретных действий. Многоквартирный жилодом на улице Калинина тоже выглядит внешне уже почти готовым. Но внутренней инфраструктуры нет. Сейчас идут судебные тяжбы между Фондом поддержки обманутых дольщиков и конкурсным управляющим. Мы предварительно все, что нужно, готовим, изучаем правильную документацию, технические условия. Там электричество есть проблемы, допустим, решаем, как это. Ну, то есть сейчас из-за этих судебных тяжб у нас затягивается сдача дома в эксплуатацию? Да, да, да. Юридических тонкостей и в жилищных вопросах немало. Разобраться в них могут только специалисты. Но дольщиков этого дома волнует один единственный вопрос – когда они могут въехать в свои квартиры? Сроки, нам говорят, не очень хорошие. Это введение в эксплуатацию дома в ноябре 2021 года. Но есть положительные моменты. То, что каждый дольщик, который вложил деньги в строительство данного дома, может зайти на сайт Дом.РФ, ввести свое фамилии, имя, отчество, адрес объекта, написать свое обращение о возмещении денежных средств и получить напрямую с Москвы, с фонда обманутых дольщиков, свои средства, которые он вложил в этот, к сожалению, долгострой. Такую гарантию возврата обеспечивает государство тем, кто все же пострадал от недобросовестных подрядчиков. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Восстановление прав обманутых дольщиков – одна из тем деловых встреч в Рио главы Чувашии в правительстве России. Сегодня Олег Николаев провел ряд переговоров с руководителями федеральных ведомств. Варианты решения проблемы есть. Сейчас в республике насчитывается 12 объектов, признанных долгостроями. На совещании в Ядрине дали оценку проблемам, которые сдерживают развитие муниципалитета и обсудили возможности. Эксперты считают, что у района индустриально-аграрная направленность и здесь есть база для организации переработки продукции разного профиля. В рамках комплексной программы здесь предлагают реализовать 26 проектов в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения, культуры и образования и шесть коммерческих. Общая стоимость проектов составит 3,4 млрд рублей за счет федерального бюджета, за счет консультированных частей искусств, а объем финансирования проектов составит 964 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит нам значительно уменьшить доставку основных проблем экономики и социальных сферах нашего района. Один из объектов, вошедших в программу, Ядринский спиртзавод. Предприятие возобновило производство в 2017 году. Сейчас там работает около 100 человек. За первое полугодие отгружена продукция почти на миллиард, что на 30% больше, чем за такой же период прошлого года. Инвестпроект модернизации производства масштабный. В ближайшее время правительство республики планирует создать специальную комиссию для анализа рынка ликероводочной продукции. Будет проанализирована опыт соседей, их акцизная политика, оценено состояние местных предприятий. Еще один инвестпроект экологической направленности в основе переработка пластика. Хотим предложить, скажем, республике, это агростретч-пленка, которая в сельском хозяйстве применяется очень и очень довольно-таки уже давно. Применяют ее очень много. Башкирия применяет, Владимирская область применяет, Белоруссия. Так это вообще там полностью, это увеличивает и удой, и рост скота. То есть это очень и очень, скажем так, для аграриев это экономия очень большая. Его актуальность трудно переоценить. Мы сегодня занимаемся в плане раздельного сбора мусора и более уголовной переработки твердых коммунальных отходов. Важно, что люди готовы покупать этот полиэтилен у населения. И здесь достаточно широкое поле деятельности для нас, как через создание субъектов малого и среднего бизнеса, которые могли бы поставлять сюда продукцию, такие населения могут этим заниматься. В 2019 году Ядрин стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среди в малых городах и исторических поселениях. Улица Комсомольская должна стать центром, где будут проходить самые значимые городские и районные события. Строительная работа завершается, и уже в сентябре пространство будет открыто. Мне, честно скажу, очень нравится, хотя полемика большая. Были публичные обсуждения, вот сейчас продорубов много находится. Когда все обсуждалось, очевидно, они просто созерцателем были, есть критики. Но в целом это очень хороший, удачный проект. И он воплощается в достаточно короткие сроки, и мы считаем большое благо до нашего маленького города. Преобразится весь исторический центр города. Частью туристического маршрута станет старый город. Здесь сцена нужно реанимировать. Вот, загляните, она совершенно уже старая. Нужно площадку там сделать, бурчатку постелить. Соответственно, есть вот этот овраг, который сейчас вот он зарос деревьями. Мы хотим там сделать биоплата такой красивой. Важно, что местная администрация планирует на стадии благоустройства активно включить в этот процесс само население. С тем, чтобы люди не только поучаствовали, но и почувствовали через свое участие, что красота – это творение или результат творения нас самих. Важно, что к решению насущных проблем подключается и местный бизнес. Тогда эффективность увеличивается в разы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Акции, баллы, бонусы и другие выигрыши. Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников. Как сохранить свои сбережения – совет от специалистов. Интернет, оказывается, у нас очень такой обманчивый, ненадежный. Оказывается, мошенники могут все. 61-летней жительницы Чебоксар в социальной сети пришло сообщение от подруги, которая говорилась о выгодной акции. Доверившись ей, горожанка назвала реквизиты своей карты. Однако оказалось, что аккаунт собеседницы был взломан. Вместо выигрыша с банковского счета потерпевшие злоумошенники сняли около 19 тысяч рублей. Знала о том, что номера, карты ни в коем случае никому нельзя давать. Но так как я с ней контакт вела, конечно, я ей доверилась. Но это моя ошибка. Обещание различных выигрышей не единственное, чем заманивают аферисты-горожан в своей сети. Мошенники также обещают различные компенсации. Звонят под видом банковских работников. Цель одна – завладеть реквизитами вашей карты, о которых никому и ни в коем случае не надо сообщать. Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем настоятельно, если приходит какая-либо акция от ваших знакомых в социальных сетях, свяжитесь с данным вашим знакомым, переговорите. Действительно оно так? Сами ли они отправляли сообщения? В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника, который взломал аккаунт и разослал фейковые сообщения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. О строительстве оборонительных рубежей на территории Чувашии известно не очень много. И в военные, и даже в послевоенные годы эта тема была засекречена. Сейчас мы вместе восстанавливаем историческую справедливость. Рабочая группа проекта «Героические страницы Сурского рубежа» побывала в Алатарском районе на местах трудовой славы. Осенью 1941-го, в начале зимы 1942-го года Алатарское побережье Суры стало местом трудовых сражений. Здесь, как и в других районах Чувашии, строили противотанковый оборонительный рубеж. То, что вы видите сейчас – попытка реконструкции. Местные энтузиасты хотят напомнить землякам, что происходило здесь 80 лет назад. Как правило, на этих местах вышка стояла и наносилась на топографические карты для ориентирования артиллерии и других войск. Работать приходится практически вслепую. Детали строительства оборонительного рубежа с огневыми точками, блиндажами и медицинскими пунктами были засекречены. Фотографировать объекты не разрешалось. Карты и другие документы лишь недавно начали вводить в научный оборот. Но зато живы герои Трудового фронта, которые могут рассказать такое, чего не передаст ни один документ и ни одна фотография. Вы окопы, вы окопы, узкие и длинные. Пропадали вас, в окопх, ребята безвинные. Копам да песни шла живым. А куда деваться-то было? Сейчас чебоксарские школьники, участники проекта «Героические страницы сурского рубежа» начинают собирать воспоминания очевидцев, прокладывать экскурсионные маршруты по местам событий. По итогам экспедиции составит путеводитель. Это часть огромной работы по увековечению памяти о трудовом подвиге жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны. На следующий год, год 80-летия строительства сурского оборонительного рубежа, запланировано создание общего мемориала. Хотели бы, чтобы нашу инициативу поддержали также и в Приворском федеральном округе, там, где прошли линии этого рубежа, и там, где точно так же рыли окопы. Обязательно будут архитекторы, обязательно будут присутствовать, так скажем, наверное, голосование непосредственно и наших чебоксарцев, и, так скажем, жителей региона, для того, чтобы это стало действительно народным памятником. В рамках года памяти трудового подвига строителей сурского и казанского рубежей будут изданы сборник документов и воспоминаний, другие публикации, открыты памятные места с реконструкцией объектов, подготовлены теле- и радиопрограммы. Можете представить себе, сколько нам предстоит узнать интересного и важного из нашей истории. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Оказание первой помощи, уход за пациентами, развитие волонтерской деятельности и даже создание ютуб-сериала. Сразу 9 добровольцев Чувашского штаба волонтеры-медики победили в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. Перевязывать раны, накладывать шины, делать уколы, а зам медпомощи учат волонтеров-медиков. Школа общего ухода за пациентами проект студента медицинского факультета ЧГО Михаила Корюкаева. Он волонтер городской больницы Новочебоксарска. Мы всего лишь меряем артериальное давление пациентам, но хотелось чего-то больше. Поэтому я задумался, а почему бы не создать проект, который будет повышать наши профессиональные навыки, чтобы нам доверяли более сложные манипуляции с пациентами. Теория и практика школы волонтера-медика состоит из двух частей. Причем полезна она как новичкам, так и более опытным студентам. Данный проект школы общего ухода за пациентами будет реализовываться совместно медицинским факультетом Чувашского госуниверситета. Они предоставляют нам помещения для отработки практических навыков. Все здесь манекены роботизированы, имеются симуляторы различных практических навыков, которые позволят отрабатывать практические навыки волонтерам, максимально приближенным к условиям реальности. Пациента начинающих медиков зовут «Аполлон». Это робот-симулятор. Именно на нем отрабатывают свои навыки волонтеры. Начиная от самых простых – это инъекции и заканчивая полноценными хирургическими операциями. Стоны, шум дыхания, сердцебиение – все как в реальной жизни. «Аполлон» оснащен специальной акустической системой. Данный робот оснащен специальной программой. Управляется он по беспроводному каналу через ноутбук. И в зависимости от заданной клинической ситуации студенты на симуляторах осваивают те необходимые навыки, которые в дальнейшем они должны использовать в своей врачебной деятельности. И отрабатывают они их до тех пор, чтобы в последующем не могли совершать какие-либо врачебные ошибки. Пройдя подготовку, волонтеры-медики смогут оказывать реальную помощь младшему и среднему медперсоналу в больницах и научатся быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Берем ребенка на руки и аккуратненько делаем поступательные движения. Как видите, у нас все. Из дыхательных путей вылетела деталька. Мы ребенка спасли. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В этом году сразу три столичные школы 17, 36 и 39 стали обладателями гранта Минпросвещения России. Общая сумма средств, выделенных на развитие общеобразовательных учреждений – 3 миллиона рублей. На что их потратят в нашем сюжете. Название гранта говорит само за себя. От школы к профессионалам будущего. По такой схеме теперь будут готовить учеников школы 36. То есть предмет технологии здесь намерены преподавать по стандартам WorldSkills Russia. В настоящее время мы заключили договора о сетевом взаимодействии с учреждениями среднего профессионального образования. Это Чебоксарским техникумом технологии питания и коммерции и Чебоксарским профессиональным колледжем имени Никольского. Второе, что мы планируем сделать – это перейти на модульный принцип обучения. То есть каждый ученик выбирает то направление или модуль технологической подготовки, который он будет изучать в сетевой форме. Эксперты-профессионалы будут анализировать каждый проект. Критерии весьма жесткие. Будущие рабочие должны владеть азами мастерства. Для этого нужно современное оборудование. Грантовые средства будут направлены на закупку. 3D-принтеров и сканеров, планшетов, а также на программное обеспечение и приобретение специализированной литературы. Учиться будут и преподаватели. Научить наших педагогов и развить им эти необходимые качества мы на базе Центра мониторинга и развития образования администрации города Чебоксары создали непосредственно свой центр для подготовки педагогов. Они проводят консультации, они приглашают педагогов из других городов, из Москвы. Такие проекты открывают ученикам окно в мир профессий. Современные производства нуждаются в компетентных рабочих. Мария Федорова, Павел Иритков, Республика. Валериан Соколов, Валерий Лапцев, Валерий Львов, Владимир Мельник. Знаменитые чувашские боксеры прославили республику на всю страну и мир. Они кумиры современных мальчиков. В преддверии Международного дня бокса по всей стране проходит флешмоб «Боксируй везде». В условиях ограничений этот призыв звучит особенно ярко. Никакая пандемия не способна отправить настоящего боксера в нокдаун. Закрыты залы? Вперед тренироваться на свежий воздух. Это спорт для настоящих мужчин, считает Константин Бойко. Ему 21 год. В боксе он без малого 10 лет. Поэтому прекрасно знает, что тренировки прекращать ни в коем случае нельзя. Конечно, было немножко тяжело в плане, потому что небо оборудования у нас. Но мы справились, потому что у нас есть улицы, стадионы. Ребята, кто все держались в форме, мы особо-то не уходили из спортивного графика. Бокс в республике активно поддерживают и развивают. Все больше юношей и даже девушек приходят в профильные секции. Город поддерживает этот вид спорта. Этот вид спорта является у нас лидером. Сейчас идут работы по организации новых секций в школах. Будем проводить новые спортивные соревнования к различным праздникам. И надеемся на хорошие результаты, конечно же, на уровне России, Европы и мира. Надежды вполне обоснованы. Молодые боксеры республики уверенно занимают призовые места. Хочу сказать, тоже отметить работу районов Чувашской республики. Маргаушский район, Канарский район, они всегда на тренерах работают хорошо. И всегда с этих районов есть победители, призеры всероссийских соревнований, а также участники финала России. 22 июля, в Международный день бокса, видеоролики участников флешмоба со всей страны, будут транслировать в онлайн-формате на сайте Федерации бокса России. Это были главные новости пятницы, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова